Приветствую вас, друзья мои! Что делать, если вы приехали в Рим, и погода не позволяет медленно, как хотелось бы, не спеша прогуляться по вечному городу? Выход всегда есть. Рим часто называют музеем под открытым небом, но идет дождь. А что, если нам зайти в музей и спрятаться от дождя под крышу? В музее Ватикана и галерею Бургези билеты желательно покупать заранее. А вот в капиталистские музеи билеты можно купить прямо в кассе, и очереди нет. Капиталистские музеи находятся на одном из главных холмов Рима. Многие поднимаются на холм, любуются красотой, которая открывается с высоты холма, но не заходят в музеи. В капиталистских музеях я бываю очень часто летом, когда жарко, зимой, когда холодно. Сегодня же я прячусь здесь от дождя. Дорогие друзья, я не буду делать полностью обзор музея, остановлюсь только в нескольких залах. Картина голландского художника, который прожил в Италии почти всю жизнь. В Италии этого художника звали Гаспар Ван Виттелли. Он стал родоначальником жанра «Итальянские виды». Он писал картины, сохраняя реальные детали. Работы мастера пользовались спросом, так как он с большой точностью изображал городские пейзажи и архитектурные памятники. Его работы не только прекрасны, но еще и имеют историческую ценность. Это как документы эпохи. На его картинах изображены и сдокументированы виды и детали, исчезнувшие со временем. Я, например, очень люблю рассматривать такие картины. На прогулках по Риму я обязательно рассказываю про частые наводнения, которые были в Риме. И на этой картине мы видим набережную Тибра. И не мудрено, что в то время Тибр постоянно выходил из берегов. Река ведь горная, ее протяженность 400 километров. И если были дожди, вода поднималась и выходила из берегов. На картине запечатлен один из самых узнаваемых видов Рима – замком Святого Ангела. Это античная архитектура. Его строительство было начато в 135 году. Первоначально это был мавзолей императора Адриана. Затем, по легенде, в 590 году Григорий Великий во время эпидемии чумы над мавзолеем Адриана увидел архангела Михаила. Он вложил меч в ножны, что означало «кадец бедствия». Отсюда и название – замок Святого Ангела. На протяжении веков замок менял свой облик. Папа Александр VI Борджия построил вокруг бастионы, превратив замок в неприступную крепость. Ну а папа Климент VII сделал из замка резиденцию. На заднем плане мы видим купол Собора Святого Петра. Кверинальский холм. В IV веке до н.э. после заключения мира между римлянами и собинянами был возведен храм бога Кверина, в честь которого и получил свое название холм. Еще этот холм часто называют Лошадиная гора – Монте-Кавалло. При правлении императора Константина на холме были возведены термы Константина. Так вот, пятиметровые статуи близнецов-диоскуров украшали термы императора Константина, которые находились именно на этом месте. Римляне очень заботились о своем теле, а термы были для них храмом, который они всегда очень красиво украшали. Дворец был построен как летней резиденцией Папы Римского. Там даже были проведены четыре конклава. После объединения Италий Кверинальский дворец стал резиденцией королевской семьи. Сейчас это резиденция президента Итальянской республики. Кто был в Риме и проходил по этому холму, с тех времен, когда была написана эта картина, и по сегодняшний день ничего не изменилось. Дорогие друзья, мы находимся с вами в одном из самых великолепных залов дворца – в зале Горациев и Куриациев. Назван так зал по сюжету одной из фресок. На фресках зала изображены некоторые эпизоды из истории Рима. Фрески зала были выполнены кавальером Дорпино. Это конец XVI и начало XVII века. Когда мы были с вами в галерее Бургези, и я рассказывала вам про картины Караваджо, я рассказывала и про кавальера Дорпино. Да-да, вы не ошиблись. Это тот самый кавальер Дорпино, у которого в мастерской работал Караваджо. У них еще был заключен договор, что Караваджо будет писать только цветы и фрукты. Но Караваджо пошел намного дальше. Кстати, сегодня я тоже покажу несколько работ Караваджо. Последние реставрационные работы зала были сделаны в 2016 году. Реставрацию оплатил Алишер Усмана, который пожертвовал 300 тысяч евро. Фреска «Волчица с близнецами». Рею и Сильвию насильно заставили стать жрицей богини-весты. На пятом году своего служения Рея стала жертвой насилия. Так нарушила обет целомудрия данной богини-вести. По закону ее должны были закопать живой. Но как же поступить с той, которую принудили стать висталкой? Рея родила близнецов. Ее приказали утопить вместе с детьми. Но бог реки Тибра сжалился над Реей и сделал ее своей женой. Тибр разлился, корзину с детьми прибило к подножию Палатинского холма. Увидев малышей, волчица, которая пришла попить воды к реке, унесла их в свое логово. Там их и вскормило молоком. Через несколько дней их нашел пастух Фаустул, который забрал их, принес домой и дал им имена. Одного из близнецов он назвал Ромулом, а другого Ремом. Так пастух с женой и вырастили двух близнецов. На этой фреске справа мы видим легендарного царя Нуму Пампилия. В центре на алтаре горит священный огонь. И слева – висталки. Именно Нума Пампилий построил храм Весты в Риме. Богиня Весты отвечала за священный очаг. Священный огонь – это символ вечности Рима. Люди верили, что пока горит огонь, Рим будет стоять нерушимо. Поддерживать очаг должны были молодые девушки. Они были олицетворением богини Весты. Девушки должны были оставаться девственными, пока состояли на службу у богини. Стать висталкой могла девочка в возрасте от 6 до 10 лет. Она должна была состоять на службе 30 лет. После этого срока службы она даже могла выйти замуж, но это редко случалось. Первые 10 лет ее обучали тому, что она должна была делать. Следующие 10 лет она исполняла свои обязанности. А в последние 10 лет срока службы передавала знания молодым висталкам. Главная обязанность висталок была поддерживать священный огонь на алтаре богини. Иногда по невнимательности висталки священный огонь угасал. Это было одно из страшных преступлений, ведь угасание очага Весты считалось плохим знаком. За это висталку наказывали розгами. К храму Весты не допускали ни одного мужчину. Римляне так хотели оградить висталок от соблазнов. Так как 30 лет девушки должны были быть девственными, с них не спускали глаз. Но если это все-таки случалось, наказание было самым жестоким. Их закапывали живьем в землю. Вырывали яму, сооружали там постель, ставили лампу с огнем, оставляли немного еды, опускали в яму нарушившую обед висталку и закапывали живьем. Здесь же мы видим, как Ромул проводит борозду, отмечает границу города, что относится к основанию Рима. Ромул отмечает границу города, прочерчивая борозду плугом. Ромул и Рэм поспорили, где будет основан город. Ромул хотел основать город на Палатинском холме, а Рэм на Авентинском. Они договорились, что выбор между двумя холмами решится с помощью особенностей полета птиц. Каждый из них расположился на вершине своего холма и ждал прилета птиц. Долго они ждали, и вот на рассвете к Рэму на Авентинский холм пришел человек с Палатинского холма с сообщением, что Ромул видел птиц. Потом и Рэм увидел шесть птиц, а Ромул, оказывается, видел 12 птиц. И тут опять возник спор, что будет правильнее, кто первый увидел птиц или кто больше увидел птиц. Ромул и Рэм кинулись друг на друга с кулаками. Их приемный отец встал между ними, чтобы предотвратить кровопролитие, но был убит на месте. Ромул начал возводить стены города и проводить борозду, символическую границу города. Спор еще не был завершен. Рэм не хотел смириться с тем, что брат начал отмечать границы города и возводить стену. Рэм открыто начал смеяться над стеной. Потом перепрыгнул через нее и сказал, вот так, враги, перепрыгнуть через твою стену. Ромул в это время стоял неподалеку и все слышал. Он мгновенно вырвал из рук рабочего кирку и ударил брата со словами, а так мы будем убивать тех, кто это сделает. Рэм был убит на месте. Ромул понял, что в горячке убил своего брата. Он очень сильно горевал. А потом приказал, чтобы Рэму и приемному отцу устроили самые пышные похороны. История о похищении собинянок, наверное, известна всем. После основания Рима Ромул объявил, что дает убежище всем, какие бы преступления они не совершили в прошлом. Обещал даже дать всем землю. Так в Рим стали съезжаться не только бедные люди, которые хотели получить землю, но и преступники. Больше всего в городе было мужчин. Женщин катастрофически не хватало. Жители соседних городов не хотели выдавать замуж своих дочерей за преступников. Тогда Ромул решил пойти на хитрость. Он устроил пышные игры, на которые пригласил соседей сабинян. Они приехали на праздник с детьми и женами. В разгар праздника Ромул скинул, а потом снова накинул на плечи красный плащ, таким образом подал знак к действию. И римляне бросились на девушек и стали растаскивать их по городу и прятать в своих домах. Сабиняне хотели вернуть дочерей обратно, но хотели без войны путем переговоров решить эту проблему. Пока шли переговоры, Ромул собрал всех девушек и объявил, что цель похищения была только с брачными намерениями. И стоит полюбить мужчин, данных им судьбой. Сабиняне не смогли решить этот вопрос дипломатическим путем и пошли на римлян с оружием в руках. Тем временем римляне полюбили своих жен, обращались с ними ласково, учтиво. На свет родилось много детей. То, что и хотел Ромул. Рим богател и разрастался. И когда собиняне решили отомстить за похищение дочерей, молодые женщины отказались вернуться в родной город. Они предпочли остаться со своими мужьями и детьми. Говорят, что тут обычай, когда муж вносит в дом молодую жену на руках, восходит к тем временам, когда римляне несли в свои дома похищенных собинянок. На фреске изображен эпизод войны между римлянами против соседних городов во времена Тула-Гастилия, третьего царя Рима. Тул-Гастилия считается третий легендарный царь Рима. Кстати, в Риме было семь царей. Сложно припомнить, было ли в то время в римской истории более ожесточенное сражение. Войны Тула-Гастилия храбро бились, как бы тяжело им не приходилось, и, наконец, враги отступили. Во время решающей битвы были созданы объединенные войска. Союзная армия Аль-Балонги начала отступать во время сражения, и римлянам пришлось принять на себя основной удар вражеской армии. Тул-Гастилий призывает свою армию поднять копья и биться до последнего, чтобы прикрыть бегство союзников. Фреска передает все тяжелые события свирепой битвы. Союзники же, которые сначала отступили и бежали с поля боя, решили вступить в бой лишь тогда, когда поняли, что победа будет за римлянами. После битвы Тул-Гастилий обвинил союзников в предательстве, жителей города насильно переселил в Рим, а город Аль-Балонга был разрушен до основания. Вот так третий царь Рима поступил с предателями. Продолжение следует... Легенда Древнего Рима о Горациях и Куриациях дошла до наших дней. Эта легенда тоже о Великом Сражении. Из-за чего же начался бой трех братьев Горациях и трех братьев Куриациях? Между городом Аль-Балонга и Римом назревала борьба за первенство. Когда армии появились на поле боя, главнокомандующие решили, что не стоит проливать кровь воинов и что каждая сторона должна выставить своих лучших солдат, которые сразятся в поединке со своими противниками. Этот бой и решит исход всей войны. В римском войске в то время были самые отважные воины три брата из рода Горациях, а в альбанском войске были три брата из рода Куриациях. Вот они-то и сразились в поединке, чтобы отстоять интересы родных городов. Началось сражение между братьями, за которыми, не отрывая взгляда, наблюдали со стороны два войска. Казалось, силы были равны, однако Куриации стали одерживать победу. Из защитников Рима остался один брат, который должен был в одиночку сразиться с двумя братьями противника. Гораци понял, что не сможет одолеть противника, и резко бросился бежать, сделав вид, что отступает. Враги бросились за ним. Тот брат, что был ранен, сильно отставал. Самый же здоровый нагнал Горация. Когда противник его догнал, Гораций так резко повернулся, что неожиданно нанес удар противнику, прежде чем успел доспеть последний. Гораций убил второго из братьев. Теперь борьба один на один, но силы были не равны. Раненый противник изнемогал от боли и практически подставился под удар. Вот так и был разбит враг. Триумфальное шествие прошло по Риму. У одного из братьев Курациев была жена. Так сложились обстоятельства, что она была родной сестрой Горацием. Когда она увидела, что в триумфальном шествии ее брат несет доспехи ее мужа и плащ, который она ему вышила, и без слов было ясно. Она упала на колени и начала плакать. Победителю же не понравилось, что его сестра оплакивает его врага и со словами «Умри же с твоим мужем, если тебе враг дороже отечества» ударил мечом сестру. После этого Горация повели на суд к царю. За такую несправедливую казнь римляне хотели расправиться с Горацием. Тула Гастилия посоветовал обратиться к народу. Отец Горация обратился к народу и попросил не казнить победителя и спасителя отечества. Народ помиловал Горация. Так легенда о братьях Горациях и Куриациях стала частью истории Вечного Города и дошла до наших дней. Находясь в одном зале, мы вспомнили с вами несколько историй легенд Древнего Рима. Гадалка, предсказывающая судьбу. На картине Караваджи мы вновь видим персонажей, взятых из жизни Римской улицы. Цыганка, видимо, заинтересовала Караваджи своим взглядом, внешним видом и желанием предсказать будущее. И он пошел на хитрость. Согласился, чтобы она ему погадала взамен, если она ему немного попозирует. В этот день цыганка нагадала ему деньги, длинную дорогу, а в конце сказала «У тебя очень короткая линия жизни, будь осторожен». Он посмеялся, расплатился с цыганкой и, не отрываясь, продолжил работу над картиной. А хитрая цыганка при выходе из подвала, где жил и работал Караваджи, прихватила с собой из ящика вино и колбасу. Так оставила Караваджи и его помощника Марио без ужина. Цыганка в упор смотрит на молодого человека, а он доверчиво протянул цыганке руку. А другой рукой придерживает шпагу, как будто намекает ей на то, что «знай, с кем имеешь дело». На картине изображена обычная живая сцена из жизни Римской улицы, которую можно было встретить в то время на каждом шагу. Но не только сцена нас может заинтересовать, но и одежда, в которой в то время ходили. Оба героя так близко прижаты к переднему плану картины, что, кажется, они вот-вот сойдут с нее и пойдут по этому залу. Так реалистично она выглядит. Когда картина была закончена, Караваджи удалось пригласить в свой подвал-мастерскую, видного в то время коллекционера, и выгодно продать картину. После этого о нем заговорили. Теперь Караваджи мог позволить себе выбрать на римских улицах понравившийся образ и оплатить им за позирование. Существует две картины, гадалка, предсказывающая судьбу. Они немного отличаются. Одна находится в Лувре, а другая здесь, в Капитолийском музее. Если вам нравятся картины Микеланджело Мерези да Караваджи, и вы еще не видели видео с галереи Бургези, которое я для вас сняла, набирайте на YouTube название видео и любуйтесь картинами великого мастера. Или нажмите на ссылку, которая сейчас должна появиться наверху. Святой Иоанн Креститель Караваджо. В Риме две почти одинаковые картины Иоанна Крестителя. Одна находится здесь, в Капитолийском музее, а другая совсем рядом, в галерее Дориа Памфили. Она считается оригинальной копией, выполненной самим Караваджо. Многие художники были вдохновлены Микеланджело, и Караваджо не исключение. Поза Иоанна Крестителя на этой картине напоминает нам юношу, изображенного на своде сикстинской капеллы. Находите сходство? Продолжая рассматривать картину, мы видим, что Иоанн Креститель обнимает рукой не маленького ягненка, а взрослого барана. Караваджо его, видимо, тоже позаимствовал на римских улицах. На картине есть еще детали, на которые надо обратить внимание. Слева от Иоанна Крестителя под сброшенной одеждой находится вязанка дров для жертвенника, а справа мы видим кустарник, который называется Тис. Этот кустарник овеян тайными и загадками. Однажды, когда Караваджо остался без помощника, в мастерской появился 12-летний мальчик Франческо. Его в мастерскую Караваджо привел дядя с улицы Маргутта, тот самый мастер, который сделал для Караваджо камера Оскура. Сокращенно Караваджо стал называть его Франческо Чекко. Он как раз и позировал для этой картины. Потом, когда мы пойдем с вами в палацу Барберини, там тоже будет картина Караваджо, где позировал Чекко. Например, в образе Нарцисса. На этом я хотела бы закончить сегодняшнее видео, но я не сдержалась. И пока опять не прошла все залы Капиталистского музея, я оттуда не вышла. Сейчас мы находимся с вами в большом застекленном зале, построенном внутри Дворца консерваторов, где находится большая конная статуя Марка Аврелия, позолоченный бронзовый геракл с бычьего форума и остатки колоссальной бронзовой статуи Константина. До 1979 года оригинал конной статуи стоял на площади. Но после того, как напротив Дворца сенаторов взорвалась бомба, хоть статуя Марка Аврелия и не пострадала, но ее решили увезти на реставрацию, которая длилась 9 лет. После реставрации конную статую не поставили на площадь, а убрали под крышу музей. А на площадь поставили хорошую копию. Но хочу заметить, как бы хороша копия ни была, но оригинал просто удивительной красоты. А когда еще хорошая погода и лучи солнца попадают в стеклянный зал, конная статуя просто переливается. В этой части видео я не буду подробно останавливаться на каждой моей любимой скульптуре. Мы просто с вами пройдем по залам. Я хочу показать вам, насколько богатые залы капиталистских музеев. Если кто-то из вас будет в Риме, не проходите мимо этого музея. Здесь не надо заказывать предварительно билеты. В музее всегда мало народу. Но зато, если вы попадете сюда, у вас будет возможность в тишине наслаждаться великолепными скульптурами и картинами. Я спустилась вниз, чтобы перейти из Дворца консерваторов в Новый дворец и нахожусь сейчас в галерее Лапидария, прямо под Капиталистской площадью. Но прежде чем пойти в Новый дворец, я хочу показать вам, какие отсюда открываются виды на Римский форум. Дворец называется Новым, потому что он был построен с нуля по проекту Микеланджело, чтобы завершить оформление Капиталистской площади, которой он занимался. Микеланджело, которое он занимается. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok